Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 августа, у меня день заготовок, я везде сижу дома, в огороде не была. И вот пока кипятится раствор мой для заливки банок, я хочу снять одно коротенькое видео по следам комментариев к другому видео, которое я снимала неделю назад. Видео называется «Мои неудачи этого года», где я показала, вот видите фотографии, перец, весь-весь были листья изъеденные, перчины в дырках и гнилые. Очень много людей откликнулись, я написала и сказала, что не могу вообще понять, кто объедает, несколько раз обрабатывала, ничего не меняется. И оказывается такая ситуация у многих-многих людей, и вот одни пишут, что это слизни, ходили поздно вечером, 12 часов ночи с фонариком и собирали. Другие пишут, вам пишут, что это слизни, но это не слизни, это гусеница, совки, зеленая и серая. Потом пишут, что у многих в открытом грунте, вот так же перец болгарский, изъедаются весь, у кого-то слизник, кто-то находит гусеничек. Пишут, ой, такая же песня, пишут, это слизни, это слизни и уховёртки. Так, потом думаю, что слизни, пишут, Оля, это двухвозки, каждый год у нас такая же беда, но у нас вот двухвозки, в доме мы их видим, а в огороде я не видела, чтобы... Это двоихвозки, нужно феноксином. Так, дальше, это 100 путов слизни, это всё слизни и совки, это слизни. И тут даже, вот многие мне всё рекомендовали, этот канал про цветок, и даже вот этот канал, вероятно, увидели вот мои такие бедственные положения с перцами, даже они ответили, не знаю, сам Иван Русских ответил, или там его сотрудники какие-то. Он написал, что это совка, скорее всего, совка гамма, её надо травить лепидоцидом, повреждения плодов серьёзно отличаются от повреждений, наносимых слизнями. И он объяснил, что слизнями лист выедает сыра, иначе он как бы слизывает, соскребает слои листа и может иногда не до дыр, не полностью, вот как половина, один слой соскребёт, и он такой, образуются зоны подсыхания по краю дырки, или же сухие пятна без ореола, просто высохшие. Он соскребал лист и не доел, а остатки подсохли. По краям дырок тоже есть подсыхающие зоны, так как он, так как он всё равно скребёт, а не откусывает лист. А совка лист отгрызает, поэтому толщина листа у края дырки нормальная, плоды, вот эти чёрные точки, это места вхождения гусениц в плод. Думаю, если вы его разрежете, то увидите внутри гусеницу, впрочем, не факт, она может уже вылезти через второе отверстие, но не исключён колорадский жук. Впрочем, его личинки не прячутся, при таком уровне поражения всегда найдутся и личинки, и жуки, и оранжевые кладки яиц. И вот после того, как мне ответили с канала Прут-Цветок, мне до этого говорили, что нужно внутри посмотреть, кто там, может быть, там сидит. Я ответила им спасибо за подсказку, что травить-то, вероятно, уже не стоит. Но интересно мне всё-таки стало, и я пошла туда, ну, слизней ночью я не смогла ловить, потому что там два дня потом был дождь. Я пошла по совету, вот мне ещё одна девушка посоветовала, что разрежьте перчину, и вы внутри обязательно найдёте этого, как насекомого вредителя, что если наружу его не видно, то видно обязательно будет внутри. Но всё-таки все пишут, это слизни, это слизни, это слизень или совка, оказалось ни то, ни другое. И вот тут где-то я не нашла, даже был один такой экзотический комментарий, что это осы, вероятно, где-то рядом живут осы, и они вот могут выдирать вот эти кусочки листья. А, вот, написано. У меня то, что перед домом растёт, всё погрызли осы, так как гнёзда бывают вблизи донумов, они весь шиповник продырявили, может, это их работа. И вот одна женщина, ещё другая написала, что они прям отгрызают вот такие огромные дырки, делают на этих. Пошла я проверять, что это за насекомое, сейчас я вам покажу. Мне посоветовали найти перец, который ещё не совсем гнилой, как вот там я показывала в кучке, а в котором дырка уже есть, то есть вредитель уже туда пробрался кушать его. Но он ещё свежий, сладкий, и возможно, что вредитель ещё там сидит и лакомится им. Всё, пошла я сорвала вот такой перец. Так, где же листать-то? А, вот. Разрезала его, и что бы вы думали, посмотрите. Двуехвостки, обыкновенные двуехвостки, которые у нас есть дома, не знаю, как они по-научному называются. Другой разрезала, разорвала прям двуехвостки. В третьем вообще было полно маленьких двуехвосток. Вот смотрите, двуехвостки, 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 это какое-то количество ещё успели убежать. Я была в шоке. Я всегда двуехвостки воспринимала как домашних насекомых, ну как в частном доме у нас весной. С приходом сырости, ну как весной начинают течь, капать всё там, в подвалы бывает вода поступает. И появляются двуехвостки, как говорят, что от сырости. Но никогда на улице, а особенно в огороде, они не были воспринимали, ну как я их не воспринимала, как насекомых, вредителей огородных. Никогда они не ели у нас перец, никогда они ничего не поедали. И вот всё-таки это не слизни оказались, это не совки оказались, это оказались обыкновенные двуехвостки, которые я воспринимала вообще как миролюбивые такие насекомые. Я их даже никогда сильно не убивала, ничем их не травила. Вот они нас ответили такой благодарностью. И вот теперь я в очередной раз уже прошу совета, может быть, ещё раз нам про цветок ответить, так как они больше знакомы с научными точками зрения борьбы, вот этих с насекомыми. Знают, какие препараты больше помогают. Честное слово, ни разу не убивала двуехвосток в огороде, не знаю даже, чем их травить. Никогда они не поедали у меня перец. Я даже не думала, что они могут такие огромные дырки в перцах. Смотрите, какой толстый перец, мясистый, толстый. Как они, чем они вот этими хвостами, что ли, это как лесорубы, вырубают эти дырки. Ну вот теперь мне нужна помощь в виде совета. Чем же избавиться от этих двуехвосток? Может быть, ещё что-то можно спасти, потому что есть перчины, которые ещё целые. Но я думаю, что если вот в каждом перце сидят двуехвостки, то значит их население уже такое большое, что, возможно, они ждут, когда перец подрастёт следующий, они переходят на новый. Этот же загнивает, им надо свеженькое, перемену блюд они требуют. И, возможно, они в этом году, который на улице перцев вдоль теплицы, они все у меня съедят. А там есть не только вот такие простые, там есть и перцы-гиганты, которые большие. Вот, в общем, кошмар. Ещё в заключение хочу сказать про экзотический вот этот вот комментарий, про ос, про всё. Я сначала с улыбкой его восприняла, но я ведь и гнездо ос нашла. Я пошла так подвязывать помидоры вдоль забора. Помните, где я садила малышей в ногах у великанов, обкручивать их на шпалеру? И смотрю, и осы есть. Я даже не поверила своим глазам. Даже пострадала, когда делала снимок вот этого гнезда, меня пчела всё-таки укусила. Так что открытие этого года у меня, это то, что у нас поселились осы, это первое. Но они безобидные, видите, маленькое гнёждышко. И вот это вот уже у них запаковано, они, вероятно, уже набрали туда сладостей каких-то своих. И то, что вот эти двуехвостки, которые всегда воспринимала как просто такое, ну досадное недоразумение природы, ну живёт и живёт она. Я даже не задумывалась, чем они питаются. Оказывается, они могут нанести большой урон огородникам. И вот нам теперь всем нужно знать, как бороться с этими двуехвостками, чтобы на будущий год не допустить такого ущерба. Я-то под листьями эти перчины висят, их же сразу и не видно, что они... Дырочка такая аккуратненькая, незаметная, и пока перец не стал массово сгнивать, я же даже не обратила внимания, не обращала под листьями, что вот эти дырочки. Помните, я вам говорила, что листья кто-то ест, надо обрабатывать. Вот такие были небольшие дырочки на листьях и всё. А вот эти вот дырочки в перчинах я увидела только к концу сезона, когда начали перчины сгнивать. Оказывается, они давно уже там работали, вероятно. И вот только когда весь перец сгнил, я тогда увидела, что у меня вот так вот всё, я заканчиваю, потому что никакого совета сама я дать никому не могу. Вот многие пишут, что у них двуехвостки тоже нападают, всё поедают. Как с ними бороться, я не знаю. Может быть, умный человек найдётся и подскажет нам. До свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сама хочу теперь поучиться у кого-нибудь вот этой азбуке, как же избавиться от двуехвосток в огороде. Субтитры сделал DimaTorzok